Жизнь состоит из выборов. Выбор, который вы сделаете сегодня, имеет влияние на каждую сферу вашей жизни. Он отражается на вашей жизни и формирует ваше будущее. Вы единственный, кто определяет уровень ваших отношений с Богом. Бог имеет большее желание приблизиться к вам, чем вы к Нему. Сделайте мудрый выбор, и в вашей жизни наступит процветание. Мы учимся на чужих ошибках, чтобы извлечь уроки для будущего поколения. Известные авторы бестселлеров, успешно продаваемых во всем мире, Джон и Лиза Бивер, доносят до нас истины, которые могут изменить как вашу жизнь, так и жизнь окружающих вас людей. Это послание является важным и действительно учит вас быть снаряженными для того, чтобы бросить вызов обстоятельствам, которым вы ежедневно противостоите. Добро пожаловать на передачу «Посланник». Лиза, я рада, что вы присоединились к нам сегодня. Мне очень интересно, как же называется сегодняшняя серия посланий о смирении? Ты поймала мое внимание этим вопросом. Те, кто не смотрел нас на прошлой неделе, я не знал названия второй части серии о смирении. Но теперь-то ты знаешь, что мы тебя смирим? Да, знаю. Эта серия называется «Придерживаться курса». Здорово. Итак, послание «Смирение» разделено на восемь частей. Сегодня мы будем рассматривать шестую часть. Мы разберем вторую часть шестой части, которая называется «Придерживаться курса». Уже два воскресенья из Атланты, штат Джорджия, и я говорю на эту тему. И я верю, что эта тема просто зажжет мое сердце, потому что я верю в то, что говорит Библия. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Почему Бог желает вознести нас? Чтобы мы вознесли Иисуса. Если вы ищете славы себе, тогда Бог не вознесет вас. Потому что Христос сказал, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Верно. Другими словами, когда мы смирим себя, Иисус вознесется внутри нас. Вот почему Бог возносит нас, потому что когда Иисус вознесется, Он говорит, всех привлеку к себе. На нашей передаче мы должны верить и молиться не только за верующих по всему миру, в 214 странах мира, в которых мы транслируемся, но также мы должны молиться за всех людей, которые желают получить спасение. Мы очень хотим услышать их свидетельства, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. В книге Деяний, 4 глава, Иисус говорит, «Я есть им путь, истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Во время полета на самолетах я рассказываю людям про Господа, и они спрашивают Меня, о Котором никогда ничего не слышали. И я отвечаю им, в этом-то наша вина, потому что Иисус единственный, кто проделал всю работу и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей Твари. Но разве Библия не говорит, что все творение возвещает о славе Божьей? О его славе. Все люди без исключения. Да. Так и говорится. Однажды я проповедовал в одной церкви в Индонезии, в ней было 150 тысяч прихожан. Она образовалась в 1978 году в гараже, с численностью 16 человек. Пастора этой церкви зовут Авраам. И 60% прихожан церкви были выходцами из другой религии. Пастор этой церкви рассказал мне, что почти каждый прихожанин его церкви, который принял Иисуса Христа как своего Господа, видел видение Иисуса. Живого. Он видел его живым. Как только руководитель церкви рассказал мне об этом, я тут же пошел и спросил одного из них, «Как вы получили спасение?» Он ответил, «Я был представителем другой религии». В Суматре. Да, и я ходил на служение. Он сказал, что там учился. Он говорил, «Каждую пятницу я ходил молиться». Да, вы правы, он сказал, «Я молился». Он очень состоятельный человек. Молельная комната состояла из одной комнаты, в которой не было окон, а дверь разделяла молельную комнату от молитвенного зала. Это была внутренняя комната, он сказал, «Моя дверь была заперта». Я пошел к своему столу и вдруг услышал посторонние звуки, и кроме меня в комнате кто-то был еще». Он почувствовал Божье присутствие, увидел человека, одетого в пурпурное одеяние. Он раскрыл свои объятия, и я увидел на его ладонях раны от гвоздей. Он сказал, «Вот мои руки, я Иисус». И после этих слов он исчез. Этот человек увидел Иисуса. Он сказал, «Я начал узнавать и познавать Его». Он принял спасение и сейчас является руководителем церкви численностью 150 тысяч человек, в котором мы сейчас проповедуем. Вот почему мы так взволнованы сегодня. Иисус – это единственный путь к Богу Отцу. Мы говорим о смирении. Иногда люди думают, что могут заработать путь к Богу, но это невозможно сделать. Вы должны полностью смирить себя так, как Бог этого хочет. Очень важно знать, как разговаривать в смирении. Это дар. Спасение – это дар. Вы не можете заработать его, вы не можете купить его, потому что это дар. Все, что вы должны сделать, это поверить и принять его как своего Господа и Спасителя. Иисус сказал, «Вы спасетесь, потому что мы говорим о смирении. Мы уверены, что вам понравится то, что мы вам расскажем». Бог дал слово Аврааму. Он сказал, «Я сделаю тебя отцом множества народов». И Авраам ждал 25 лет, чтобы эти обетования исполнились. Он пытался помогать Богу в течение 11 лет, в результате чего родился Измаил, но Бог сказал, «Нет, нет, это не должен быть Измаила». Многие люди говорят мне, «Ой, я возложу эту вещь на жертвенник». Бог никогда не говорил вам возлагать своего Измаила на жертвенник. Вы должны избавиться от Измаила. Вы должны положить на жертвенник Исаака. Вот кого Бог говорит вам положить на жертвенник. И вот по истечению 25 лет, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90 родился Исаак. Их соседи думали, что Авраам сумасшедший, потому что стал отцом в 100 лет. Но ведь его имя Авраам означает «Отец всех народов». Таким образом, Бог позволяет Аврааму сблизиться с Исааком, и Авраам думает, «Вот теперь я могу видеть обетование. Бог говорил мне, что я стану отцом всех народов. Сделав несколько шагов, я могу дойти до конца, до конца пути». Исаак женится, у него родятся дети, у его детей родятся дети, и Бог будет размножать их все больше и больше, и народ будет прибавляться. Это так прекрасно. Но однажды ночью Бог проговорил Аврааму. И знаете, что он сказал ему? Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Вы читали об этом? Вот что происходит. Вот откуда происходит разделение между мужчинами и мальчиками, между женщинами и девочками. Только тот, кто искренне любит Бога, кто смирен перед Богом, способен на такой шаг, даже когда кажется, что этот шаг, наоборот, отделяет их от обетований. Видите ли, до тех пор, пока вы думаете, что все происходит так, как и должно, но вы будете сносить трудности. Но когда внезапно Бог говорит, «Пойди в противоположном направлении», именно тогда и начинается настоящее разделение. Поймите, даже мир может сносить трудности на пути к достижению цели. Я могу показать вам грешников, которые на пути к цели более выносливы, чем христиане. Но когда Бог говорит вам изменить направление, вы больше не можете видеть пути. Знаете, что сказано в моей Библии? Там написано, «Рано утром». Рано утром Авраам взял Исаака. Иногда люди говорят, «Знаете, Бог работает со мной месяцами, и при этом они начинают смеяться? У них нет страха Божьего, они не смиренны». Вы можете представить себе те чувства, которые переполняли Авраама? Он думал, «Минуточку, Господь, я люблю его больше жизни». «Что ты имеешь в виду, говоря, что я должен пойти и предать его смерти?» Но Авраам послушался Бога. Рано утром он встал, взял сына и пошел. Он шел три дня. Почему Бог дал ему три дня? Он хотел, чтобы тот подумал над его словами. Одно дело, когда вы услышали громогласный голос Бога прошлой ночью, но совсем другое, когда два дня спустя, и вы у места, где вот-вот принесете в жертву самое дорогое в своей жизни. Вы понимаете это? Авраам зашел на гору, построил жертвенник, поднял нож, чтобы вонзить его в самую главную вещь в его жизни, чтобы предать ее смерти. По одной простой причине. Он подчинился Богу. Даже если не понимает, для чего это нужно. Видите, друзья мои, Бог скажет нам, что нам нужно делать, но когда мы отступаем, мы начинаем думать, почему мы сделали это. И что Господь может сказать? Теперь пойди в этом направлении. Он говорит, следуй путем, который пролегает через пустыню, и я буду вести тебя через преграды несчастья. Проведу через испытания, и только после того, как ты пройдешь все это, ты достигнешь обетованного места. Видите, вы можете думать следующим образом. У меня есть мечта, есть цель, и мне нужно воплотить их в жизнь. Я пойду по тому пути. Но что вы не понимаете, и не понимает большинство христиан, что Бог говорит, да, я дам тебе направление, куда тебе следовать, но потом вдруг Он говорит, я желаю, чтобы ты прошел через пустыню одиночества. Почему? Потому что, что дает вам прохождение через пустыню, прохождение испытаний? Это формирует характер. Вы понимаете? Саул не справился с ситуацией. Он не выдержал испытаний. А Давид прошел через пустыню, и когда он дошел до того места, куда Бог его призвал, его характер уже был сформирован. Видите ли, я обнаружил одну вещь. До тех пор, пока все идет, как мы хотим, нам это нравится, даже если мы встречаемся с трудностями. Посмотрите на Петра. Откройте вместе со мной послание от Луки 22 главу. Я хочу показать вам кое-что. Я хочу показать вам одну удивительную вещь. Луки 22 глава. Петр был молодым человеком, который проповедовал всю свою жизнь, что вскоре должен прийти Мессия. Они знали об этом, потому что настало время его пришествия. Сколько из вас знают, что настало время его второго пришествия? Он знал, что настало его время пришествия. Верно? Когда пришли мудрецы, книжники и учителя, могли им сказать, где должен был родиться Мессия. То есть, они уже знали об этом. Израиль знал, что настало время, поэтому Петр проповедовал каждому учителю Израиля о том, что когда придет Мессия, он построит свое вечное царство. Как они узнали об этом? Они учились по книге пророка Исаии. Исаий говорит, «Ибо младенец родился нам, чудный советник, отец вечности, князь мира». Таким образом, они искали Мессию, который должен был прийти и избавить их от римского правительства. Петр слышал об этом всю свою жизнь. Вы не понимаете? Они думали, что это и есть путь. Посмотрите на фарисеев. Они посмотрели на Иисуса и спросили, «Хорошо, если ты Мессия, где твое царство?» Именно апостолы спросили после того, как Иисус воскрес из мертвых. «Если будет царство, значит, должен быть и трон, на котором Он будет восседать». Итак, приходит Иисус, который был плотником, и Петр чувствует, что Ему нужно идти за Ним. Иисус говорит ему, «Следуй за Мной». Петр знал, что это не был обычный человек, что Он больше, чем пророк. Петр понял, что это Христос, Сын живого Бога. Верно? Он видит Его на горе преображения. Верно? Таким образом, Петр убедился, что этот человек и есть Мессия. Правильно. Но когда Иисус говорил о Своей смерти, они игнорировали Его слова. Они думали, возможно, Он просто испытывает нас, или я просто не понимаю, о чем Он говорит. А теперь посмотрите на следующее. У них была последняя вечеря. Вы согласны со мной? Иисус преломил хлеб и налил в чашу виноградного вина. Посмотрите 21 стих. После того, как Он передал им чашу вина, Он сказал, «И вот рука предающего Меня со Мною за столом». Как Он сказал, так и произошло. Но кто же был тот человек, который предал Его? 23 стих. И они начали спрашивать друг друга, «Кто бы из них был, который это сделает?» И теперь посмотрите на Меня. Иисус преломил хлеб и дал чашу вина со словами, «Один из вас предаст Меня». Ученики были шокированы тем, что Он сказал им. Для них это было подобно бомбе, брошенной посреди стола. Их глаза широко открылись от удивления. Представьте, вы ходили с Иисусом 3,5 года, видели, как Он исцеляет больных, воскрешает из мертвых, открывает глаза слепым, платит по их счетам, проповедует о Царстве Божьем. И вдруг Он говорит, «Один из двенадцати сидящих за этим столом предаст Меня». Эти слова были подобны взорвавшейся бомбе. Вы понимаете Меня? Итак, что же происходит? Они начинают переглядываться и спрашивать, «Кто же это может быть?» Кто это может быть? Посмотрите на 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Посмотрите на Меня. Все посмотрите на Меня. Я хочу рассказать о том, что произошло за этим столом. Кто мог сделать это? Все вдруг начали подозревать в этом Атфея, а он сказал, «Это не я, ведь я потерял все свои деньги, чтобы последовать за ним, когда был сборщиком налогов». Нет, нет, это не я. А Яков и Иоанн сказали, «Вы думаете, что это мы? Ведь мы бросили рыбацкое дело Отца, чтобы пойти с Ним. Мы были с Ним, когда Он поднялся на гору Преображения. Мы очень близки Ему. Я могу вообразить, что сказали другие. Помните, когда Он посылал нас в город одного за другим? Мы видели, как Он изгонял бесов. И на наших собраниях всегда присутствовало много народу. Среди всех их самых откровенным оказался Петр. Он сказал, «Эй, ребята, остановитесь! Подождите!» Кто первый сказал, «Он есть Христос, Сын Живого Бога?» И кому Он сказал, что Он построит свою церковь? Они повернулись к Нему и сказали, «Да, но...» А Он сказал, «Нет, нет, нет, разве вы не понимаете?» Он попросил меня пойти с Ним на гору Преображения. А Яков и Иоанн сказали, «Ну, мы тоже ходили». А Петр сказал, «Эй, послушайте, я пошел по воде, когда вы сидели в лодке. Мы говорим о духовных вещах, верно?» Итак, они начали говорить, «Кто это мог сделать?» Петр сказал, что это не Он, потому что Он один из самых близких Ему людей, и Он сделал для Него многое. Вы видите, что здесь происходит? А теперь посмотрите на 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Разве не интересно то, что когда Иисус посмотрел на Петра, Он сказал, «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Я могу лишь только представить, как Петр одержал победу в этом разговоре, сказав, «Кто должен был почитаться большим?» И Иисус ответил, «Ты только что просил». В Библии написано, «Сеять вас, как пшеницу». Вы знаете, каким образом они сеяли пшеницу? Они не только сеяли ее, они отделяли ее от мусора, от стеблей, молотили ее. До конечного продукта они молотили ее один раз, затем второй раз, до тех пор, пока не получали конечный продукт. Это и есть дьявольская цель для вашей жизни. Сделать так, чтобы вы никогда не смогли вернуться обратно к Богу. Если вы умрете и попадете на небеса, то для сатаны это не совсем большая потеря. Для него будет угрозой, если вы повернетесь к Богу лицом. Почему он спросил Петра? Потому что Петр открыл дверь сатане через гордость. Вы понимаете? Посмотрите на 33 стих. Но Петр сказал Иисусу, «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерти Ти». Если вы обратитесь к другим посланиям, посмотрите на меня. В Евангелии от Матфея и Марка вы найдете, что Петр говорит, «Иисус, если все остальные отрекутся от Тебя, я не отрекусь от Тебя». Итак, кто же вновь говорил так величаво? Вы видите, откуда это вытекает? Вы видите это? Они все сказали, «Мы тоже умрем с Тобой». В тот момент они до сих пор соревновались между собой, кто из них должен был почитаться большим. Иисус встает из-за стола и идет в Гефсиманский сад, куда приходит Иуда. Знаете, что многие люди говорят о Петре? Они говорят, «Петр был говоруном». Вы понимаете, о чем я говорю? «О, да, он много говорил, но делал мало». Позвольте мне рассказать вам кое-что. Иисус и его ученики, 11 учеников, находились в Гефсиманском саду. Туда же пришел Иуда с армией солдат. Когда они пришли туда, знаете, кто первый обнажил свой меч? Петр. У каждого из них было по два меча, судя по Писанию. 38 стиху. Итак, Петр стоит перед обученной армией, ухватившись за один из мечей. Он набросился на их главнокомандующего. Я не думаю, что это было поступком трусости. Не правда ли? Почему он сделал это? Потому что все шло к тому, что он думал, что обязан поступить так. Петр знал, «Иисус поможет мне, если я сделаю что-то не так». Когда я вошел в воду и начал тонуть, он помог мне. Вы понимаете, о чем я говорю? Он мог предвидеть конец. Если я буду делать неправильные вещи, тем самым я покажу этим ребятам, что я сильнее их, так как Иисус поможет мне, и что я умру за него. Так он и поступил. Он набросился на солдата, чтобы доказать им, кто должен почитаться большим. Он сказал, «Я докажу вам, что я должен почитаться большим». Видите, мотивом для этого поступка послужила гордость. Итак, Иисус был арестован, и девять из апостолов спаслись с бегством, кроме Петра и Иоанна. Петр и Иоанн следовали за Иисусом на расстоянии. И знаете, что произошло? Солдаты пытали Иисуса для того, чтобы полностью понять всю картину. Они пытали Иисуса. Знаете, что они делали? Они приговорили его к смерти. И когда они сделали это, знаете, что они начали делать? Они начали протыкать его. И что же начало происходить с Петром? Он начал осознавать, что происходит вокруг него, и понимать, что этот человек был Мессией, который собирался построить свое царство. Возможно, на эту смерть есть свои причины, потому что он говорил о ней. И осознав это, Петр вздрогнул, потому что он мог видеть, что Иисус восстанавливает свое царство, и в течение всего того времени, которое Петр пребывал рядом с Иисусом, он знал, что это может произойти, но сейчас Иисуса избивают. Его приговорили к смерти, и он отправлен, чтобы предстать перед римским правительством, и Петр идет за ним. Теперь вы понимаете, что происходит? Он встает впереди служанки, берет меч и набрасывается на армию, а ведь часом ранее он говорил совсем другое, но все происходит неправильно. И служанка начинает говорить, «Я знаю вас, вы были с ним, вы один из его учеников». И вдруг Петр говорит, «Нет, нет, нет, это не так. Эта маленькая девочка навела на него страх». Теперь вы видите, Петр не смог сдержать своего обещания. Он потерпел поражение там, где думал, что одержит победу. Он с уверенностью говорил, «Если все сидящие здесь за столом отрекутся от тебя Иисус, то я никогда не отрекусь, потому что с тобою я готов и на смерть идти». Он не смог сделать то, что обещал сделать. Он не сдержал своего обещания. Вот что происходит с человеком, сердце которого наполнено гордостью. Послушайте меня внимательно. Сколько из вас знают все оружие Божье? А теперь давайте поговорим об этом. В Библии говорится о всеоружии Божьем. Верно? Итак, встаньте, припаясь в чресло вашей истинною. Верно? И обув ноги в готовность благовествовать мир. Да? И облегшись в броню праведности. Верно? И шлем спасения возьмите, и меч духовный. Но обратите внимание, что там ничего не говорится о тыльной стороне. Доспехи полностью покрывают всю переднюю часть вашего тела. Но ничего не говорится о тыльной стороне. Вы знаете, что из себя представляет тыльная сторона? В книге пророка Исаии говорится, «И слава Господня будет сопровождать тебя». Что говорил Бог? «Славы Моей не дам иному». Когда сердце верующего человека пребывает в гордости и когда он становится самоуверенным, отгадайте, что он теряет, его защиту тыльной стороне. Те люди, которые живут в гордости, не сдерживают своих обещаний. Вы знаете, что значит не сдержать обещания? Это значит ударить из-под тишка. Петр говорит, «Иисус всегда находится рядом со мной». Ведь он сказал, «Если я умру, я не отрекусь от тебя». Когда Петр был в саду, у него было два меча. Иисус был рядом с ним. Он был вторым мечом. Петр набросился на солдат, но Иисуса все равно приговорили к смерти. И что же происходит с Петром? Он теряет всю уверенность, потому что его вера основывалась на его собственных возможностях. На чем была построена вера Давида? Давид говорил, «Господь – крепость жизни моей». Давид всегда вопрошал Господа, потому что знал, что ничего не сможет сделать без Божьего участия. Он всегда желал узнать, как Бог на это смотрит. Бог говорит, «Узнай то, что я желаю, чтобы ты сделал, и только после этого я благословлю тебя». Кто-то говорит, «Благослови, Господь, то, что я делаю, будучи уверенным в своих способностях». Бог говорит, «Найди то, чего я желаю, и только после этого мое благословение и зальется на тебя». Петр не сдержал своего обещания. То, что он говорил, что он никогда не отречется от Иисуса, он не исполнил, потому что он потерял всю свою силу, чтобы устоять перед трудностями. Сегодня мы остановимся на этом, но на следующей передаче мы продолжим разбирать эту тему. Знаете, нам нравится делиться с вами свидетельствами, потому что в Библии говорится, «Они победили его кровью Аганца и словом свидетельства своего». Я желаю поделиться с вами нашей жаждой, посланием, которое даровал нам Бог донести народам этого мира. «В чем бы это ни выражалось, в книгах или в чем-то другом? Как на видео, так и на DVD?» «По телевизору». «По телевизору или радио?» «У нас есть друг, чье имя мы не будем называть, так как не хотим, чтобы у него были проблемы, поскольку он путешествует по всему миру со своим служением и заодно распространяет наши книги». «Он живет очень активной жизнью». «Этот человек один из моих героев, один из героев современности. Он привез наши кассеты в Исландию и распространил их ее лидерам и жителям. Он сказал им, «Эти документы на CD-дисках говорят о том, что сделал Святой Дух. Я знаю, что вы их еще не видели». Ух ты! Он говорил, что эти документы одного из лидеров церкви в Исландии. Знаете, в некоторых церквях этой страны большой процент людей имеют сексуальное отношение до брака. Многие люди довольны такими отношениями. Мы не слышали ни одного недовольного голоса о таких отношениях там. Жизни людей легко изменяются, как только Бог приводит их к себе. На компакт-дисках, которые называются «Приближаясь к Богу», Он говорит, «Мы слышим свидетельства людей, которые не спят по ночам и просто взывают и раскаиваются перед Богом за свой образ жизни». Я думаю, здорово, что люди слышат, что Бог желает, чтобы они стали ближе к Нему. Верно. Они оставляют свою прежнюю жизнь, оставляют блуд, потому что желают сблизиться с Богом. Не потому, что кто-то дал им право, но потому, что они были приглашены сблизиться с Царем Неба и Земли. Это удивительно. Знаете, наше отношение с Иисусом мы можем сравнить с браком между мужчиной и женщиной. Когда я женился на Лизе 22 года тому назад, я говорил, «Прощайте все мои старые подруги. Я выбрал ее, она зеница моего ока». Когда мы избираем Иисуса, мы влюбляемся в Него и говорим, «Я не желаю ходить путями этого мира» или «Я не желаю иметь никаких отношений с этим миром». Джим Беккер однажды сказал мне кое-что, что удивило меня. Он сказал, что Господь задал ему вопрос, он сказал, «Джим, почему мой народ забавляется святыми вещами, за которые я умер?» Этот вопрос показался для меня удивительным, потому что, когда вы любите Иисуса, вы должны любить то же, что и Он, ненавидеть то же, что и Он. Аминь. Встретимся с вами на следующей неделе в это же самое время на передаче «Посланник». Я напоминаю вам, позвоните своим друзьям, пригласите их на чашку чая, послужите им, возлюбите их, поделитесь с ними любовью Иисуса, будьте благословенны. Наша жизнь – это великое поручение, которое представлено передачи «Посланник». Мы желаем, чтобы вы оставались с нами. Посетите наш веб-сайт по адресу, который вы видите на экране, и закажите информационный бюллетень. Он содержит периодические статьи, свидетельства, график поездок Джона и Лизы Бибир. Зайдите на наш сайт и получите бесплатный каталог, в котором содержатся исчерпывающие собрания книг, диалоговый курс обучения на DVD, CD, аудио и видеокассетах. Будьте частью того, чем занимается служение Messenger International. Мы будем рады услышать ваше свидетельство, и если вы пожелаете сотрудничать с нами, пожалуйста, свяжитесь с нами. В Америке пишите в наш офис по адресу, указанному на экране. Звонок бесплатный. Наш адрес в Великобритании и телефон вы также видите на экране. Адрес в Австралии также указан на экране. Каждый верующий в церкви может стать другом Бога. Смерение формирует характер. Пустыня формирует в нас характер для того, чтобы мы смогли выйти победителями из этого испытания. Смерение делает вас чувствительными. Давид вопрошал Господа. «Давид обо всем спрашивал у Господа». Он не делал ничего до тех пор, пока не узнавал, чего желает Бог. Смерение — это не слабость или недостаток смелости. Истинное смирение дает вам силу и защиту от врагов. Те, кто знает своего Бога, должны усиливаться и начинать действовать. На двух видеокассетах, которые называются «Скрытая сила смирения», Джон Бивер показывает вам, как придерживаться верного направления и делиться с вами новым откровением об Иисусе. Также вы можете заказать книгу Джона под названием «Приближаясь к Богу», в которой показано, как обратить на себя больше внимания, развить огромную жажду по нему и услышать его голос. Вы можете заказать книги «Скрытая сила смирения» и «Приближаясь к Богу» на DVD на двух видеокассетах по одной цене. Пришлите 26 фунтов стерлингов по адресу, указанному на экране.